Друзья, калачу Хауберг на стене, в общем, и резко началось вот это. Когда мы переезжали в свой дом год назад, для меня именно самым страшным страхом была эта пурга на своей стройке. Но с момента, когда я приобрел себе снегоуборочную машину, стало просто какой-то мечтой новый снегопад. Купил ее, потратил деньги, а снега на Алтае нет. Так вот, так вот, так вот. Скорее всего, сегодняшний ролик, который я сниму завтра, так как снегопад, видимо, надолго, будет запилен как раз по теме моей снегоуборки. У меня есть, что вам рассказать. Несколько нововведений, которые я вычитал, которые мне насоветовали вы же в комментариях. Я хочу их сегодня реализовать. Много времени не займу, но обещаю показать вам интересные кадры. Для своей работы, значит, я буду использовать вот такой вот уголок. Подобрал болты, болты на 10. Просверлю здесь отверстия. Просверлю отверстия в лопате. Сделаю с другой стороны подложку, и все будет у нас прикольно. А фиксировать я решил, что буду все вот сюда. То есть она будет подниматься автоматом, опускаться, когда хочу. Все будет держаться за счет вот этих колес. Многие делают крепление на трубу, но я не решился портить краску. Мне кажется, самый оптимальный вариант как раз вот сюда посадить. Вот что значит отсутствие гаража, друзья. Мои помощники. Помощник номер один и помощник номер два. Привет. Они там сейчас таскают снег в кучу, а я уже потом соберу его снегоуборочником. Сейчас я наживулю сначала, а потом затяну. Укрепил немножко лопату. Вот такими путями, ну думаю, это будет полезнее, чем изначально. Я просто хотел поставить гайки и все. То есть мне кажется, вот в таком ключе будет покрепче это все держаться. Сейчас-то все затяну хорошенько, и останется просто одеть это на боковые крепления. Ну и придумать, куда пустить тросик, потому что тросик коротковат. Я вот думал уже через, может быть, вот этот проем его пустить. Сейчас посмотрим. И еще края обрежу, ну чтобы они не цепляли ни за что. И все. Тут вообще по идее эту металюгу можно снять, если она снимается. Не, она, наверное, впаяна. Наверное, не буду снимать, пусть останется. Ну красивенько, красивенько, крепко, эстетично. Мне нравится. Одевается оно крайне просто. Сюда вот так, а вот здесь она точно так же. Теперь у нас она поднимается, когда мне необходимо тут что-то сделать. И опускается на момент работы. Так, здесь не мешает. А вот тут мешает. Видишь, немножко мешает. Значит, мне надо вот этот рычаг перенести наверх. Сейчас я его сюда выше сделаю. Сейчас он будет на ней, чтобы лежал. Вот так. И это отсюда. Сюда. Все, назад затягиваю. Прежде чем все это хорошенько засыпет снегом, я хочу показать, что у нас получилось. Тросик вращения перенес на другую сторону. Теперь она очень легко открывается. Она защищает все, что можно. Я сделал вот здесь такую защитку небольшую, пластиковую, вот. Чтобы вот здесь лопата не касалась выхлопной трубы. Вот. Закрывается теперь тоже все хорошо. И никоим образом, видите, не задевает выхлопную. Мне кажется, что будет нормально работать. Ну что, все готово, красиво. Сейчас мы стаскаем снег весь в одно место, потому что, ну, по такому полю гонять на тележке, это неинтересно. И потом я и почищу. Субтитры сделал DimaTorzok Остановился долить бензина и немножечко обсушиться. Вопреки расхожему мнению, что в своей технике хочется все максимально самое хорошее. И человек интуитивно, возможно, захочет залить все в 95-й бензин. Чего категорически делать нельзя, друзья. У каждой техники есть свое октановое число. И вот в данном случае, например, если мы берем вот этот мопед и ряд других снегоуборочников, только 92-й бензин. 95-й нельзя. Опять же, из-за октана. Сильно он горючий. Мотору угробите быстро. Спасибо, нельзя. Я хотел нашу дорогу всю почистить, прямо вот пройти, как я обещал вам на видосе. Как вы в комментариях писали, неужели будешь чистить до дороги? Да легко, это пора справиться. Ну просто трактор проехал вперед меня. Наша собака за ним не убежала случайно. Да наша собака что-то по кругу носится вокруг всех домов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, дай-ка я обзорчик сделаю. Так, во-первых, обзорчик на себя. Друзья, очки, кстати, очень сильно выручают. Но может просто я еще неопытный. Посмотрите вот на этого снеговика. Просто посмотрите на снеговика. Это, мне кажется, если кто-то уже успел написать комментарий по поводу бесполезности этой лопаты, то посмотрите на этого снеговика. И посмотрите, что под ним. ЧИ-СТА-ТАЙТ. ЧИ-СТА-ТАЙТ. Смотри. Хоп, все. Все сваливается, все прелесть. А тут сколько снега. Неимоверное количество. Смотри. Вообще. Тут что, ну машинка, агрегат рабочий. Жень, скажите, а не да нормально? Нормально. Просто сила. Он, конечно, захлебывается в больших сугробах. Когда в большой заезжаешь, он начинает там какие-то ременные звуки. Не знаю, на сколько ремня хватит, но пока. Пока. Вообще, учитывая, что сегодня снег очень тяжелый. И он вообще нормально его кидает. Ну да. Раньше убирали, он был сухой такой, пушистый. А сегодня прям тяжелый. То есть вот даже тяжело толпать. Сегодня мокрый снег, но. Прям вот даже видно. У меня вон перчатки все мокрые, вон. Так, ну я все-таки хочу вдоль дороги пройти. На коптер-то посниматься. Или смысла нет, да? Кусты намотаю. Друзья, давайте так. Кто верит, тот верит. Кто не верит, тот не верит. Все. Как говорится, решать все равно вам. Да, я сейчас допинаю. Я просто отдохнуть остановился. Заводится с полтычка. Покажи, как заводится. На, держи. Давай. Если на горячую вообще. Смотри. Вот. Ключик включил. Взял за ручку. Взял за ручку. Так, всё, снегоуборочник я почистил Загнал его под навес Вот так это выглядит штука Ну, вы это уже видели сегодня тысячу раз Пока нет гаража, приходится хранить его здесь Но самое интересное, что он своим ходом заведённый поднялся по плашкам Я сюда положил пару плашек и всё Так, ну ещё есть такое понятие, как закон подлости А закон подлости, это то, что я снег чистил в такую пасмурную некрасивую погоду И только я закончил эту работу, и сейчас вот такая вот красота Вы же понимаете, что вся суть этой сегодняшней серии была показать вам вот эту идею Которую, в принципе, вы мне и предложили Многие изобретают там какие-то навесы из пластика Какие-то там поликарбонатные варианты Но лопата это, по-моему, самый удобный вариант Для такого снегоуборочника она нужна была 40 на 50 Я померил размеры площадки Цена вопроса 200 рублей В ближайших видосах я вам покажу уже интересные серии про трубогиб Которые мне прислали в обмен Это не донат, ничего такого, не подумайте Мы просто поменялись временно с нашим зрителем И я буду гнуть сейчас одну интересную штуку Впереди еще я вам обещал рассказать про отопление Тоже будет серия, прям от и до про отопление Все расскажу, что знаю Вот, ну а на сегодня у нас, пожалуй, все До скорых встреч, увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok